Синева ракета, не имеющая аналогов в мире. Ее боевым характеристикам завидуют американские трайденты, китайская Дюйлан. Сегодня разработчику российского боевого комплекса исполнилось бы 89 лет. Коллеги, друзья и просто знакомые почтили память Виктора Петровича Макеева. Человеку, изображенному на мемориальной доске, сегодня могло бы исполниться 89 лет. Его знают немногие, но те, кто хоть раз встречался с Виктором Петровичем Макеевым, сегодня пришли почтить его память. Будущий главным конструктором, москвич стал своеобразным пионером в разработке ракет подводного пуска. Потому что это была новая тематика, и переход на старт из-под воды требовали новых технических инженерных решений. И все это дело было решено под руководством Виктора Петровича Макеева, огромным коллективом. Потому что ему удалось сплотить десятки, сотни предприятий КБ, которые целенаправленно работали над этой тематикой. Известная на весь мир детище Макеева трехступенчатая ракета подводного пуска «Синева». Ее аналогов до сих пор нет в мире. Ракета прошла несколько испытаний, все удачные. Дальность полета комплекса 10 тысяч километров. В 2007 году «Синеву» приняли на вооружение военно-морского флота России. Это уникальный конструктор, уникальный ученый, человек, который создал, я считаю, уникальное оружие для того, чтобы обеспечить паритет в наших отношениях, скажем так, с мировыми ведущими державами. В нашем городе Виктор Петрович появлялся часто. По приезду жил он в этом доме на Первомайской 57. Посещал наш Северодвинск, академик из-за уникального стенда, расположенного в селе Неонокса. Там проходили испытания и наладки ракет. За то время, пока Макеев прибывал в нашем городе, он обрел множество друзей и знакомых. Здоровый русский мужик. Приятно было в него смотреть. И от него вело какой-то уверенностью, понимаете, вот такой солидностью, основательностью. Кстати, работал Виктор Петрович вместе с Николаем Александровичем Семихатовым. Последний занимался системой управления морских баллистических комплексов. Теперь, даже после смерти, они вместе здесь, на мемориальных досках. Как говорят коллеги, они наблюдают за продолжением их ратного дела. Дмитрий Фимов, Семен Тарасов, Вестник, Северодвинска.